беспроводной карплей в твой автомобиль кто еще не победил у кого работает в автомобиле карплей только по проводу карплей видите я не упоминаю android auto потому что это чисто беспроводной карплей адаптер приходит вот такой вот упаковки здесь его модель cp 86 cp 86 такая вот коробочка стоит вообще копейки это устройство инструкцию сразу не выбрасывай потому что она полезна кое-что там нужно будет прочитать вот такой вот свисток по сути это bluetooth адаптер вроде бы там есть и вай фай протокол мелкими там на нем написано не знаю наверно не сфокусируется как флешка видите такое вот устройство что интересно к нему идет угловой 90 градусов переходник для удобства подключения ты его будешь подключать в тот юсби разъем куда подключаешь свой iphone проводом кабелем именно в то юсби куда подключаешь и у тебя проводной карплей выводится на мультимедиа и что еще переходник юсби а юсби си во многих современных авто уже идут с юсби а перешли на юсби си поэтому здесь в юсби си и дальше ты его подключаешь сюда вот так будет выглядеть если поворотный кстати у меня как раз в хавале и 6 3 поколения поворотный подойдет вот такой вот как раз вот в том место да не будет он суда торчать хотя небольшой он длины но вот поворотный как раз и подойдет по инструкции что на что стоит обратить внимание здесь даже есть так им бы красными внимание вы должны в первую очередь свой смартфон iphone если он у вас привязан по bluetooth к мультимедиа в bluetooth настройки зайти и нажать забыть забыть хавалы и 6 сейчас я это сразу и сделаю bluetooth настройки заходишь если у тебя вот сохраненные хавалы и 6 заходишь в него в информацию и забыть это устройство забыть то есть мультимедиа твоего автомобиля ты исключил из списка далее в инструкции указана информация по светодиоду здесь есть светодиод вот в этом отверстии как каким свечением он светится и в каком режиме в мигающем режиме подключения в светящемся синим работа даже есть возможность это устройство обновить через интернет можно обновить но так и пишут здесь что если у вас нет проблем в работе этого устройства то есть и автомобиль поддерживает ваш все работает без проблем то обновлять как бы не стоит ну смысла нету а так процесс обновления есть как зайти со смартфона на устройство и перейти на сайт обновления и скачать прошивку и также по подключению как подключать подключать в общем-то просто как обычное bluetooth устройство кабель вынимаю из этого разъема куда подключал свой смартфон и вставляю адаптер получается что в хавале не получится с угловым переходником так сейчас светит красным светодиод светит красным перешел в синий мигающий смотрите bluetooth кар версия номер такой-то ничего себе прикольно захожу в настройки bluetooth смартфона айфона кар 7 баба 3 создать пару разрешить создаю пару но мультимедиа уже увидела устройство все смотрите карплей карплей уже на экране в списке сохранен в списке bluetooth устройств и теперь при следующем появлении в автомобиле он будет автоматом подключаться к твоему авто то есть ты сел в авто и тебе не нужно будет подключать смартфон к проводам пока ты за запустил у тебя уже запускается автоматически карплей я так понимаю все устройство просто светит синим светодиодом ну в общем то как по инструкции все показано это супер быстрое подключение устройства в моей жизни наверное самая быстрая которая вообще я встречал далее все смартфон ты прячешь и карплей у тебя вот здесь ничего не занято в проводах не запутываешься ну и также есть возможность в случае чего у тебя подключиться если вдруг надо зарядить смартфон и пользоваться карплеем то по старинке подключаешься заряжаешь пользуешься в тот разъем извлекая беспроводное bluetooth адаптер а просто подключившись проводом все работает работает наверное также геополги а локация геопозиции все 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 работает настройки ну то есть все только то что было по проводу то есть у тебя теперь просто беспроводном режиме имитирую обычную ситуацию автомобиль закрытый стоит ушел я оставил его на время и прихожу открываю автомобиль кладу смартфон на место ключ закрываю дверь запускаю двигатель активируется мультимедиа устройство в мигающем синим режиме carplay загорелся на смартфоне мультимедиа просто нужно активировать и карплей уже давно там прогружен просто я тупанул думал она в автомате включится но если я глушил двигатель с включенной мультимедиа при следующем запуске она включилась а так я ее выключил ну и соответственно она при следующем запуске выключенная остается нажал на клавишу carplay уже давно там прогружен все никаких больше забот у тебя по этому поводу нету едешь и пользуешься давайте я просто его извлек извлеку свисток из разъема юсби посмотрим по скорости прогрузки покажу вам еще то что не показал здесь есть кнопочка вот в отверстие булавкой нажимать сброс завод к заводским установкам при включенном питании понятно если нужно устройство сбросить вдруг что-то пошло не так обновлял что-то пошло не так то можно нажать и сбросить удержав там в инструкции тоже есть запись по этому поводу там 10 секунд обычный сброс подключаю опять устройство и посмотрим насколько быстрая активация и его загрузка раз красный светодиод красный синий все а синий мигающий вот вот столько времени занимает на его загрузку telegram вайбер все моменты кстати умный дом эволинк также есть в apple carplay вот все которые я задавал сценарий могу я выполнять из автомобиля то есть в доме у меня будет включаться то что у меня здесь прописано то что я задал видео я делал по эволинку вам как добавлять сценарий в apple carplay то есть из автомобиля ты можешь управлять умным домом из любой точки мира через интернет на сегодня все устройство классная кому нужная ссылку оставляю по вот этим переходникам уже будешь смотреть по своему автомобилю почему в хавале невозможно использовать этот переходник ну и без этого во первых она не выпирает нормально заподлицо не выходит за границы вот этой консоли а просто если подключишь его то вниз не вверх будет смотреть адаптера вниз а вниз там уже не мешает сам пластик поэтому уже здесь индивидуально по каждому авто как что применять ты будешь ну адаптеры есть это очень классно ссылку и оставляю переходи в копейки стоит реально раньше люди думали как как что как это все сделать а вот за три копейки ты все это получаешь всем удачи и до следующих видео лайк ставь